Возможно ли в Гомеле землетрясение, которое было недавно в Турции? Шесть человек уже утонули на Гомельщине с начала года. Страшная статистика. Ну и кто вошел в ту самую комиссию, которая будет рассматривать обращение уехавших белорусов? 8 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали. О наболевшем. Тысячи погибших и огромное разрушение землетрясений в Турции и Сирии. Возможно ли нечто подобное в Гомеле? Что говорят история и специалисты. Напомним, ужасное землетрясение принесло множество жертв разрушений Турции и Сирии. Количество жертв продолжает расти. Страшная беда пришла внезапно, и сильные новости задались вопросом, возможны ли подобные стихийные бедствия в нашем регионе. Журналист сильных новостей разбирался в этом вопросе. Обязательно почитайте этот материал. Ссылку мы оставим в первом комментарии под этим видео. А в Гомеле в этом году планируют заменить 226 лифтов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Гомельского горосполкома Владимир Привалов. Согласно графику, лифты будут заменены на новые, более комфортные, надежные и долговечные. Новые лифты появятся в домах, входящих в зону обслуживания. Кжреуб-Советская, 100 лифтов. Кжреуб-Новобелецкая-Гомель-17, Центральная-98, Железнодорожная и Сельмашевская-11. Страшная статистика. С начала года в Гомельской области утонули 6 человек. Люди гибли на разливах, в лужах и даже в собственных ваннах. Об этом сообщает областная организация освода. Два человека утонули в разливе сажа. Один при подлёдной рыбалке, еще один при падении в канаву. Было зарегистрировано и два случая смерти в ванных. Отмечается, что причиной большинства таких трагедий становится собственная обеспеченность погибших. Люди выпивают и нередко их дальнейший маршрут пролегает через водоемы, мелиоративные каналы, ручьи, реки, болота и озера. А их глубина не имеет значения. Порой опасны даже лужи. К примеру, в прошлом году в поселке Заречье Речицкого района мужчина упал в лужу и погиб. Аналогичные случаи происходят и вблизи канав, рассказали в осводе. Также подчеркивается, что при употреблении алкоголя инстинкт самосохранения и внимание притупляются. Поэтому нельзя приближаться в таком состоянии к водоемам. Помните историю, когда в Гомеле муж пытался отрезать ножом лейкопластырь и случайно ранил жену? Еще одна история из этой же оперы. Муж бросил жене нож и случайно пробил ей легкое. На днях около 4 утра правоохранителям поступило сообщение. В одной из квартир на улице Быховская мужчина нанес ножевое ранение своей жене. Со слов подозреваемого все произошло совсем случайно. В ходе застолья 42-летний глава семьи бросил супруге нож, а тот попал женщине в грудь. Итог – проникающее колото-резанное ножевое ранение грудной клетки. Мужчина коротко описал случившееся «я ей бросил нож, а она не словила». В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело. Женщина в больнице. Григорий Озаренок, Олег Гайдукевич, Юрий Воскресенский. Как вам такой список? Стало известно, кто вошел в состав комиссии. Той самой, которая будет рассматривать обращения тех белорусов, которые выехали из страны после событий 2020-го. Эти фамилии знает наверняка каждый белорус. Это Андрей Швет, Олег Гайдукевич, Иван Кубраков. Григорий Озаренок, Андрей Муководщик, Юрий Воскресенский, Евгений Пустовой, Иван Эйсмонт и многие другие. Полный состав комиссии опубликовала пресс-служба Александра Лукашенко. При этом белорусы, которые хотят после событий 2020-го вернуться в страну, должны раскаяться, принести публичные извинения, компенсировать ущерб и активно исполнять свой гражданский долг. Обращения могут быть направлены до 31 декабря 2023-го. А вы знали, что санкции пошли белорусскому спорту только на пользу? Об этом в эфире ГОСТВ заявил небезызвестный сенатор Дмитрий Басков. По его словам, он слышит такое от руководителей многих спортивных федераций. Оказывается, после введения санкций стало больше совместных с Россией сборов и соревнований, а эта страна, по словам Баскова, лидер мирового спорта. Он также выразил уверенность, что двойные стандарты и политика в спорте тоже когда-то пройдут, а белорусские спортсмены еще не раз поднимутся на мировые пьедесталы. Министр ЖКХ заявил, что жалоб на плохую уборку дворов и улиц стало на 30% меньше. Для показательности Андрей Хмель сравнил количество обращений в январе 2023-го и в первом месяце 2022-го. В этом году заверил глава ведомства, жалоб стало на 30% меньше. А причина тому — погода. Андрей Хмель сказал, что она получше, чем в прошлом году. Министр отметил, что в статистику не входят жалобы на уборку снега, потому что в нынешнем году количество подобных обращений в службу 115 наоборот увеличилось. После сильных снегопадов, признался Андрей Хмель, случалось, когда коммунальные службы не укладывались в установленные нормы уборки снега. Над этим мы работаем и поправляем ситуацию, успокоил министр. Когда жизнь вообще ничему не учит. Белорусская трижды находила чужие банковские карты, пользовалась ими и каждый раз получала уголовное дело. Житель Минска обратился в милицию с заявлением о потере банковской карты. Менчанин достаточно быстро ее заблокировал, но к этому моменту кто-то успел потратить 180 рублей. Сотрудники милиции выяснили, что деньги потратила жительница столицы. Она покупала продукты, спиртное, сигареты. Когда злоумышленницу задержали, она заявила, что нашла карту на остановке. Оказалось, что в прошлом году дамочку дважды судили по уголовной статье за такие же преступления. Теперь Минчанка снова предстанет перед судом за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Вот оброде верующий человек. В Гродненском районе местный житель украл из церкви колокола, но сделал это не ради выгоды. Мужчина с детства посещал храм, но отношения с новым настоятелем у него не сложились. То ли из мести, то ли по другой причине мужчина решил украсть колокола. О том, что они вообще есть, священник не знал. Пропажу заметили совсем другие люди. Колокола нашли в сарае, куда воришка их и перетащил. К слову, один колокол весил около 8 килограмм. Мужчина заверил, что продавать их не собирался, но от уголовного дела его это не спасло. Ну и в заключении. В Минском зоопарке раньше срока проснулась медведица Нюра. Медведица проспала всего 6 недель, что не характерно для этого вида животных, передает Минск новости. Проспала немного, около 6 недель. Хотя откармливали ее по осени на совесть. Гречневой кашей и грецкими орехами рассказали в зоопарке. Нюра с удовольствием обедает яблоками, морковкой и хлебом. Однако ее любимое блюдо это сладкие оладушки и блинчики. В зоопарке добавили, что переживать за медведицы не стоит. Она еще маленькая, всего 6 лет. Вероятно, раннее пробуждение связано именно с ее возрастом. В соседнем вольере находится более взрослый медведь, который до сих пор спит. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории и мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.